Тот факт, что Хабиров сдал первым подписи муниципальных депутатов, которые подтвердили свое доверие дорогому руководителю, на самом деле не вызывает особого интереса, а вот история с Лилией Чанышевой, пожалуй, что самая интересная из всех историй по поводу выборов на этой неделе. Лилия сдала все документы, я акцентирую момент на том, что это та самая Лилия, которая от Навального, а не та Лилия, которая от Гульшат Гафуровны. Так вот, Лилия Чанышева сдала документы в Горсовет, сдала подписи необходимое количество, и проверив эти подписи, городская избирательная комиссия отказала ей в праве участвовать в выборах, на том основании, что 29 подписей, изданных ею, показались городской избирательной комиссии недостоверными. Вообще, это, конечно, классический, очень устаревший способ не допустить нежелательного депутата до выборов, потому что система контроля вот этих подписей столь сложна, что фактически мониторить ее и следить за тем, как проверяют подписи, практически невозможно. Кроме всего прочего, Чанышеву не допустили к процессу проверки этих подписей, против чего она активно протестовала. В общем, конечно, результат предсказуем, но не менее возмутителен от того, потому что на самом деле Лилия Чанышева и в Ленинском районе города Уфы нужно было собрать всего 250 подписей граждан, что сделать на самом деле очень несложно и сделать несложно правильно. Помимо этого, надо отметить, что все-таки у нас 21 век на дворе, и сделать безупречно правильно 250 бумажек с данными о паспорте, с данными о человеке и подписью, конечно, вполне реально, и усомниться вот в этом количестве подписей, наверное, было бы неправильно. Для себя отмечу, что центр сберком, вернее, горы сберком города Уфы выбрал такую планку недопуска абсолютно минимальную. По закону разрешается представить 10% ошибочных подписей, и по мнению горы сберкома Лилия Чанышева представила 10,89% неправильных подписей. Буквально вот, ну, видимо, речь идет об одной подписи, которая оказалась неправильной и роковой. Результат вот этого процесса, конечно, предсказуем, я уже об этом говорил, но и при этом это на самом деле проигрыш для нынешней власти, потому что допустить до выборов Чанышева было нужно, и сейчас это даст обратный эффект, и обратный эффект на выборах. Огромное количество людей будут разочарованы и не захотят прийти на выборы, либо придут на них и сделают какую-нибудь там пакость. Ну, в общем, неправильное на самом деле решение наших новых башкирских властей. Это трусость, это слабость, это неумение работать с выборами. Грандиозная, разгромная оперативка, которая прошла у нас на этой неделе, имела свои последствия, причем последствия достаточно обширные. Ну, и, в общем, перечислим их по порядку. Во-первых, в течение 3-4 часов после того, как Хабиров обрушился с критикой на городские власти, на рекоператора по капитальному ремонту и прочие структуры, которые провалили проект по ремонту подъездов, были уволены все руководители вот этой структуры рекоператора по капитальному ремонту. Был уволен руководитель и все его знаменитые 7 замов с их совершенно космическими, по мнению, Хабирова зарплатами. Трудно сказать, насколько быстро смогут подобрать адекватную замену этим людям в руководстве рекоператора. Вероятнее всего, на некоторое время эта структура будет парализована, что, в общем-то, не прибавит бодрости процессу по ремонту подъездов. Я думаю, что вообще вот такая смена коней на переправе, конечно, будет фатальной для этого проекта. И в ближайшее время я прогнозирую, что мы не услышим больше ни о достижениях, ни о победах в области ремонта подъездов. Эта тема будет слета, тихонечко забыта и будет запрещено о ней упоминать и в прессе, по крайней мере, официальной прессе, и где-то еще на страницах официальных лиц и так далее. В общем, ремонт подъездов, господа и сограждане, у нас закончился в республике. Еще одним последствием этой громогласной оперативки была экстренная смена главы Октябрьского района города Уфы. Господин Ахунов в те самые 2-3 часа спешно покинул рабочее место, по всей видимости, с запретом на занимание каких-либо административных и руководящих должностей. Его место занял Сергей Плотников, до этого работавший главой Демского района. Эта замена, она вообще очень интересная в том смысле, что, с одной стороны, конечно же, Сергей Плотников себя достаточно хорошо проявил на посту руководителя весьма непростого Демского района. Район отдален от Уфы, в районе есть много проблемных строек, район достаточно запущен в плане инфраструктуры, но, тем не менее, Плотникову удавалось держать этот район на плаву и даже добиваться определенных успехов. Возникает вопрос, сможет ли Сергей Плотников справиться с Октябрьским районом. Дело в том, что Октябрьский район по сравнению с районом Демским, это как земля и небо. Район Октябрьский абсолютно иной по структуре, по площади, по количеству населения, по протяженности дорог и так далее. Не знаю, получится ли у Сергея, но желаю ему успеха, потому что он всегда вызывал у меня симпатии, в том смысле, что его подходы взвешенные, понятные и реалистичные всегда давали определенные результаты. Еще одним кадровым изменением на этой неделе было назначение Эльмира Газизова заместителем руководителя контрольной счеты палаты Республики Башкортостан. Много вопросов вызвало это назначение. Во-первых, Газизов из прошлой команды, по крайней мере, формально. Во-вторых, был замом руководителя Министерства земельных и имущественных отношений Угурьева, что для нынешней власти сейчас является некой черной меткой. Тем не менее, Газизов назначен заместителем Шиги Муратова. Причин этого назначения, на мой взгляд, две. Первое, это неспособность господина Шиги Муратова к серьезным контрольно-счетным процессам в масштабах Республики. Он оказался не готов к выполнению этой функции, не превратился в дубину Хабирова и так далее. А Газизов все-таки худо-бедно имеет определенный опыт работы в серьезной государственной структуре и структуре, связанной с имуществом, с деньгами и прочими процессами. А вторая причина лоббистская. Газизов не секрет ни для кого. Это человек Урала Ахметова, достаточно скандально известного в Башкирии арбитражного управляющего, который до недавнего времени имел довольно обширное влияние на всевозможные процессы, связанные с крупными имущественными изменениями. Назову это так, чтобы не попадать под статью о клевете, хотя мы все понимаем, о чем идет речь. Вообще нехорошо обсуждать слухи, наверное, но некоторые веселые и смешные можно. Сегодня я говорю о слухе, который просочился непосредственно из Белого дома и касается того эпизода, который мы все запомнили на прошлой оперативке. Я говорю о том, как внезапно во время доклада о оперативной ситуации на дорогах Мурзагулов подбежал к Хабирову, показал ему что-то на экране, потом показал какую-то бумажку и потом убежал на свое место дальше, значит, тарабанить на клавиатуре какие-то сообщения. Так вот, слух из Белого дома говорит о том, что в тот момент, когда Хабиров уже был готов рассказать, как замечательно и прекрасно прошел пятый всемирный Курултай Башкир, на Яндексе новостях, в топ Яндексе новостей появилась новость о том, что пятый всемирный Курултай Башкир провалился, прошел со скандалами и так далее. И вот именно эту новость подбежал показывать Мурзагулов. А что там было на бумажке, сложно говорить, хотя я предполагаю, что это была стоимость операции по устранению из топ-новостей Яндекса вот этой вот неприятной для Хабирова новости. На этой неделе есть довольно много новостей о проблеме обманутых дольщиков, и давайте по порядку. На неделе прошел так называемый третий съезд обманутых дольщиков в Башкирии. Это третье мероприятие, которое провела Гайсина в этом формате. Я присутствовал на первых двух, на третье не пошел, потому что вся эта ситуация откровенная, очевидно, напоминает уже какую-то секту. Там есть какая-то слепая вера вот в этих людей, и нет никаких оснований им доверять, потому я решил как бы не соприкасаться с этим не очень здоровым явлением. На съезд пришло примерно четверть, наверное, представителей объектов проблемного строительства в Башкирии. То есть представлено было абсолютное меньшинство этих объектов. Людей было немного, человек, на мой взгляд, 80, и из них еще половина ушла, ну, не дождавшись окончания съезда. В общем, конечно, ничего не получилось, и не получилось вот почему. Потому что цели и задачи предыдущих съездов абсолютно ничего общего не имеют с целями и задачами вот этого третьего съезда. Если первый съезд ставил задачи действительно объединить дольщиков, и тогда проблема была настолько острой, а люди были настолько разобщены, что это было действительно необходимо. Второй съезд ставил своей задачей показать Гайсину новому руководству, чтобы, не дай бог, ее не пропустили, не упустили. Она с результатами этого второго съезда бегом побежала сразу непосредственно в Белый дом. То третий съезд, конечно, был призван попытаться спасти Гайсину, Листкова и Гуськова от полного краха и неминуемого выгоняния из Белого дома. Дело в том, что в последнее время, конечно, их роль свелась практически к нулю, и участие в этих процессах, и влияние на эти процессы стали нулевыми. Дольщики это почувствовали, и, вероятнее всего, это, конечно же, чувствует и Хабиров. На съезде была принята резолюция, там чего-то обсуждали, послушали чиновников, почему-то их потом отпустили, не дали им задать вопросы, я имею в виду, не вострою его. Ну, в общем, форматик был такой, чтобы максимально сохранить здоровье, спокойствие чиновников. Главным была резолюция. На самом деле, текст этой резолюции говорит об одном – виноваты в проблеме дольщиков и в том, что она не решается все, кроме Хабирова. Это главный тезис вот этой резолюции, то есть все-все-все виноваты, но Хабиров не виноват. На самом деле, это не Хабиров сформировал вот эту схему, по которой теперь пытаются решать проблему. Это не Хабиров назначил всех вот этих вот чиновников по недвижимости и по строительству и так далее. Это не Хабиров подтянул к себе Гайсину, которая все это провалила. То есть вот такой тезис был вот этой вот декларации. Понятно, что вот эта резолюция декларации этого съезда – это тоже некий элемент попытки отгородить Хабирова от проблем, потому что ему и так хватает скоро выбора, и тут еще сейчас вот провал с дольщиками. То есть, ну, это тоже такое согласованное с Белым домом действие. Не знаю, как это сработает, но понимая, что съезд не задался, Гайсина начала потом в соцсетях просить умолять там дольщиков, тех, кто состоит в группах, чтобы они хотя бы перепостили новости про этот съезд. Ничего не получилось, никто ничего не перепостил. И это лишний раз и совершенно очевидно говорит о том, что вот эта схема взаимодействия с дольщиками через Гайсину, Листкову и Гуськову, и всех вот этих лишних людей, она закончилась. Она не работает, и продолжать эту схему точно не нужно. Кроме съезда дольщиков, на прошедшей неделе были и фактические новости по части долевого строительства. В Новобулгаков сдали один дом из обещанных трех на этот момент. Дом сдан в кавычках, потому что нет газа, нет других коммуникаций. Есть какое-то лепетание на тему, что когда вы откроете там лицевые щита и так далее, тогда мы, может быть, вам подключим газ. Но напомню, дом, который был сдан в марте, также до сих пор не подключен к газу, хотя там тоже были обещания. И, судя по всему, существует какая-то фундаментальная проблема с подключением к коммуникациям этих домов. И принимать их как сданные, конечно же, нельзя. Есть там еще в Новобулгаково один феноменальный момент. Мы все помним, как трудно сдавался седьмой дом в Серебряном ручье. И помните, всякие там здесь перила недокрашены, тут решетки недовставлены. То есть вот этот вот надзор, который принимает дома, докапывался там до каждой запятой. Так вот, в Новобулгаково этот же самый надзор принимает дома без газа, без коммуникаций вообще. То есть дома, в которых нельзя жить, этот надзор принимает по гарантийным письмам. Легко и красиво. Судя по всему, конечно, решет о том, что это имитация именно тоже политического характера, потому что сданные дома непригодны для проживания на данный момент, но галочка стоит. Как ни странно, есть и хорошие новости в этой сфере. На прошедшей неделе был сдан полностью 22-й литер первого треста. Как и обещали, и даже с некоторым опережением графика, дом сдан, готов, в нем можно жить. Башинформ поспешил произгласить это победой в области решения проблем обманутых дольщиков. Однако, напомню, что у первого треста не было обманутых дольщиков, не было просрочек по обязательствам сдачи домов. Соответственно, Башинформ тут пытается, значит, изобретать для себя победы. Вернее, не для себя, а для Хабирова. На самом деле, это плановое завершение работы. Честь и хвала первому тресту. Как обещали, так и сделали. Ну и Серебряный ручей. На прошедшей неделе по Серебряному ручью возникло много информации, много данных. Надо их осознать и систематизировать. В «Коммерсанте» вышел материал о том, что владельцы бизнес-центра пытаются получить двойную цену за бизнес-центр, дабы там нажиться в очередной раз. Из-за этого продажа встала и так далее. Также была информация о том, что попытаются получить в залог по кредиту кирпичный завод и так далее, и так далее. Надо бы, пожалуй, навести порядок. На самом деле, застройщик готов внести в залоговую массу кирпичный завод, не продавая его. Я имею в виду получение кредита УВТБ. На самом деле, цена торгового центра не была завышена вдвое, а началось обсуждение этой суммы, потому что есть еще и механизм продажи на торгах, который был заблокирован в последний момент через суд и так далее. В общем, схема по серебряному ручью сейчас выглядит так, чтобы было понятно и чтобы не уводить в дебри. Суд назначил независимую оценку стоимости бизнес-центра. Оценка эта займет 2-3 недели, не больше. После этого суд определит ее законность и адекватность, и после этого можно будет переходить к процессам купли-продажи вот этого бизнес-центра, получения облигаций ВТБ и получения под эти облигации уже кредита от ВТБ. Ну, схема довольно сложная, на самом деле, все там просто и понятно, и все, в общем-то, на мой взгляд, уже согласны, однако вот есть проблема с этими обязательствами, которые были наложены уже давно, я имею в виду задолженность по бизнес-центру и так далее. Говорить сейчас всерьез о сроках развязывания вот этого узла, наверное, не надо, потому что мы слышали и май, и июнь, обещание, значит, решить эту проблему тогда-то, тогда-то. Однако я точно знаю один срок, который влияет на этот процесс. Этот срок это 8 сентября 2019 года. Я полагаю, что до 8 сентября в Серебряном ручье все-таки так или иначе достроят 9-10 дом, потому что Хабирову это нужно, да и жильцам это нужно, тут желания совпадают. И я полагаю, что все-таки до 9 сентября, до 8 сентября будет окончательно решен вопрос с кредитом. Начнут ли там момент строительства и там успеют ли они до этого момента там что-то начать ворошить физически, я не знаю. То есть вот здесь надо ожидать решения суда, надо ожидать расторопности ВТБ и Башкирского Минфина. На прошедшей неделе свое продолжение получила история с господином Носковым и его проектом застройки квартала, который лежит в границах улицы Мира, Горького, Конституции и Кольцевой. Напомню, что еще при Хамитове господин Носков получил разрешение на застройку этого квартала и уже было собрался там начать возводить многоквартирные дома, вот эти вот человейники гигантские. Как героически его остановила никто иная, как Алина Сулейманова, теперь заммэра по социальным вопросам. Она встала и громко сказала, нельзя строить дома без детских садов и школ. Все зааплодировали и процесс согласования этого строительства, а именно публичных слушаний был остановлен. Надо сказать, что Алина Сулейманова очень четко попала в мейнстрим последних событий. Мы помним, как Хабиров с гневом обрушился на застройщиков, требуя от них одновременного строительства и детских садов и школ в новых жилых кварталах, а иначе там жить невозможно и бла-бла-бла. Алина Сулейманова подсуетилась и вот случился ступор у Носкова. Но Носков, он, как говорится, ведь не лыком шит. На этой неделе Носков отменил запрет Алины Сулеймановой на это строительство, еще и пригрозил ей тем, что он подаст на нее в суд. И на секретном заседании горсовета, которое не транслировалось, которое не записывалось, было принято решение о назначении публичных слушаний по застройке этого района. Мы все прекрасно понимаем, как у нас в Уфе проходят публичные слушания. Это абсолютная фикция и инсценировка. Я нисколько не сомневаюсь в том, что после проведения этих слушаний в горсовет будет доставлена бумага, что жители в едином порыве и восторге одобрили идею Андрея Носкова построить эти человейники без детских садов, без школ и прочих социальных объектов. Резюмирую, что весь этот праведный гнев Хабирова абсолютно никак не был воспринят застройщиками. И вообще плевать они хотели на его все эти предвыборные рекламные выступления. Дома будут строиться без социальных объектов. А дальше, как говорится, живите как хотите. Очень много обсуждается вот этот новый закон, который приняли в Башкирском Курултае о запрете митингов в всевозможных местах, в том числе в местах природных парков и так далее. Было высказано очень много предположений, что закон этот был принят исключительно для того, чтобы нельзя было устраивать митинги на горе Таратау и на горе Куштау и так далее. Но в общем, каждый из парламентариев, и Толкачев как руководитель парламента, и представители администрации Хабирова категорически отказывались и отрицали вот эту связь. Они говорили о том, что этот закон принят для того, чтобы защитить интересы граждан, гуляющих в парках и прочих местах. Никто из представителей власти не подтвердил и не обмолвался даже словом о том, что этот закон был принят исключительно из-за горы Таратау. Однако на прошлой неделе случилось страшное. Рустам Ахмадинуров, который, видимо, газет не читает, прокомментировал этот вопрос кардинально противоположно. Он подтвердил, что решение по запрету митинговать в определенных местах связано исключительно с Таратау, что этот запрет связан исключительно с политической необходимостью, надобностью Хабирова снизить накал страстей вокруг Таратау и конфликт с башкирской общественностью. В общем, конечно, Рустам Маратович совершенно не посоветовался с коллегами, абсолютно не в курсе был того, какова линия партии на данный момент. И очень показательно, что на этой неделе как раз прозвучала с высоких трибун масса рекомендаций единороссам о том, как себя вести. Помимо того, что Дмитрий Медведев обширно высказался на тему, что единороссам надо перестать чеваниться и реагировать на нужды народа, видный деятель партии «Единая Россия» на федеральном уровне, член высшего политсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов высказал следующим образом. Некоторым членам партии надо бы заткнуть фонтан. Как нельзя лучше? Вот эта рекомендация относится непосредственно к господину Ахмадинурову. Если уж, как говорится, не знаешь, что говорить, заткни фонтан, как советуют партийные боссы самому Ахмадинурову. Вообще, конечно, фигура Ахмадинурова на посту руководителя исполкома партии «Единая Россия» в республике Башкортостан. Это была огромная ошибка Хабирова. Я понимаю, что Хабиров мучился, не знал, куда бы приткнуть этого давнего соратника и верного своего приспешника. Однако, ну, надо было адекватно оценивать интеллектуальные возможности Рустема Маратовича. Он, конечно, не тянет на этом посту совсем. Неприятное событие произошло на прошедшей неделе. В городе Белорецке окончательно разрушился и упал в реку самый длинный в Европе деревянный мост, который стоит в этом городе уже свыше 70 лет. Действительно красивое было сооружение, но вот полностью разрушилось и упало. Возникла некая дискуссия о том, что надо было, не надо было его сохранять и так далее. Но меня поразила позиция туристических властей в республике Башкортостан, которые не просто не вступились за этот мост в определенное время, когда еще можно было его спасти, а даже когда этот мост разрушился, вдруг начали кукарекать о том, что это и не была туристическая достопримечательность, и нечего об этом печалиться и так далее. Этот факт, он подчеркивает абсолютную неспособность нашего блока развития туризма, и в частности вот этой мадам Бойцовой, которая, судя по всему, уже распугала всех маломальски способных на эту деятельность из своего комитета и, по-моему, сидит уже одна в этом комитете. Ну, реально там люди бегут оттуда. Это ужасная история, на самом деле. Хотелось бы сказать, что во всем мире делается не так все. Вот представители нашего туристической администрации в Башкирии сказали, а этот мост и не был туристическим, к нему не ездили люди. Так вот, задача туристических властей в том, чтобы люди ездили. Они их должны туда притащить. Вот в Вероне, в Италии, есть такое замечательное место, там домик стоит красивый такой, терракотовый такой красочкой покрашенный, замечательный, старинный, на нем есть балкончик. И всем, кто приезжает в этот городок, говорят, а вы знаете, что это за балкон? Все говорят, да, нет, не слышали. Это балкон, где вот произошла знаменитая сцена Ромео и Джульетты. Верона, Ромео и Джульетты. Народ сломя голову бежит с фотоаппаратами, фотографируется, сметает сувениры вокруг этого балкончика, обедает в ресторанах, кафе. Ну, в общем, получает удовольствие от туризма, от отдыха. Домик, между тем, этот, на самом деле, 18 века, и никакой Ромео и Джульетты там не было. Но это пример того, как нужно развивать туризм, как нужно создавать эти туристические легенды и так далее. В 2010 году мне пришлось пообщаться с господином Мединским, который приезжал сюда, в Уфу. И он говорил, кстати говоря, ровно о том же самом. О создании неких туристических легенд, о создании неких мест притяжения, куда люди начинают ездить и так далее. Вот что можно было сделать с этим мостом? Если бы он не рухнул и остался стоять, если бы его восстановили, там можно было вокруг него придумать массу вещей. 70 лет стоит мост. Придумай какие-то, не знаю, забеги в длину по этому мосту, кто быстрее пробежит, там, рекорд Белорецкая и так далее, да, на приз мэра города. Придумайте какую-нибудь легенду, что если за руки, держась, пройти через этот мост, то семейная жизнь станет вечной и счастливой. Ну и так далее, и так далее. Люди валом будут туда валить и туда будут даже приезжать. Но нет. К мосту никто не ходил, потому он не туристический объект. Вот упал самый длинный в Европе деревянный мост в воду, да, и черт с ним, да. Будем плясать вокруг памятника Салавату Юлаеву или вот вокруг этого конгресс-хола Таратау. Вот у нас туристические достопримечательности. В последнее время становится все более очевидно, что все инициативы ради Фарита Чахабирова к своим собственным выборам как-то по очереди начинают проваливаться. Все вот эти проекты, там, подъезды, освещение, дороги, еще что-то как-то не задалось. И вот в ряд этих событий становится и проект по озеленению Республики Башкортостан. Все мы помним, как там по отчетам ведомств миллионы-миллионов, значит, деревьев высадили, крупномеры по Уфе там порассадили, потому что они приживутся, а маленькие саженцы не приживутся. Так вот, на улице Комсомольской, увы, все эти крупномеры вымерли, высохли, и теперь их там нет. В общем, конечно, слова-слова, огромные деньги на ветер, каждый крупномер стоит почти 30 тысяч рублей, а в итоге ноль. Очень важно следить за исполнением всех вот этих прожектов, а не реагировать на их объявления, что, собственно, в нашей Республике только и происходит. Республика Башкортостан